Стрелковый клуб Практика Если вы поменяете, когда вам удобно стрелять, тогда уже можно заниматься другими улучшениями Что касается прикладов, то я не рекомендую использовать приклады с пистолетной рукояткой Они достаточно травматичны для запястья Классический приклад или полупистолетный приклад, как МакПул, намного удобнее и позволяют стрелять намного комфортнее Что вы можете заменить? Вы можете заменить тыльник, поставить более мягкий затыльник Этим самым вы уменьшите ощутимую отдачу и вам будет комфортнее стрелять Приклады с компенсацией отдачи также имеют право на жизнь Только если это приклад типа NOX, который производит Black Hawk В котором ружье движется над запястьем и поэтому вся отдача уходит в плечо Запястье не травмируется Но в остальном классический приклад это все еще лучший выбор для любого ружья Включая тактическое или ружье для самообороны И первое улучшение, которое я рекомендую на своих семинарах Это фонарик Потому что если у вас нет на ружье фонарика, вы можете использовать его только в светлое время суток Если же у вас есть фонарик на ружье, вы можете использовать его 24 часа в сутки Идентификация цели очень важна, потому что если вы не видите цель, вы не стреляете Если ночью вы услышали шум, взяли ружье, спустились на кухню Это может быть всего лишь теща, которая вышла попить водички Поэтому если мы не видим цель, мы не стреляем Следующим улучшением, которое можно сделать, является боковой патронтаж Есть пластиковые, металлические, есть вот такие, которые можно снять, прицепить по необходимости Почему важен патронтаж на ружье? Потому что в случае ситуации, когда вам придется использовать ружье, вы берете его из сейфа Оно у вас в целях безопасности разряжено У вас есть только те патроны, которые на ружье 6-8 патронов из патронтажа более чем достаточно для ситуации самообороны Если в ситуации самообороны вам не хватило 6-8 патронов Это уже не самооборона, а небольшой вооруженный локальный конфликт Это второе улучшение, которое вы можете установить на свое ружье Остальные улучшения зависят от марки ружья, которая у вас есть Если это Remington 870, как мое ружье, либо Mosberg То очень много есть аксессуаров, улучшений, которые вы можете выбирать В зависимости от того, сколько у вас есть финансовых возможностей Там можно увеличивать кнопку предохранителя, менять подаватель Поставить тритеевые прицельные приспособления, которые светятся в темноте без каких-либо батареек Поэтому все зависит только от вас Единственное улучшение, которое я не рекомендую, это коллиматор Потому что коллиматорный прицел, который держит отдачу 12-го калибра, стоит около 500 долларов На эти деньги я рекомендую купить патронов и научиться стрелять Коллиматор на ружье эффективен и удобен только при стрельбе пулей на дальней дистанции Ружье это оружие ближнего боя, поэтому на короткие дистанции вполне достаточно мушки и целика Либо мушки, для того, чтобы эффективно стрелять и поражать в мишени цели Приходите к нам на тренировки, мы расскажем вам еще больше Спасибо за внимание